Добрый день! С вами Юта. И я вновь рада приветствовать вас на канале. Сегодня я покажу, как красиво оформить бутылку свадебного шампанского. Сегодня я хочу оформить свадебное шампанское. Так как сейчас все чаще свадьбы оформляют в таких очень нежных кремовых оттенках, то и свой сегодняшний вариант я хочу предложить тоже в таком цвете. Первый этап у нас неизменный, бутылку тщательно вымыла, сняла все этикетки и теперь обезжириваю спиртом. Теперь мне понадобится белая краска акрил арт. У нее я добавлю буквально капельку желтого цвета для того, чтобы получить такой нежный нежный кремовый оттенок. Теперь я полностью крашу бутылку. Сейчас я оставляю бутылку высыхать. После того, как она высохнет, я покрою еще одним слоем. После того, как краска полностью высохла, я беру мелкую наждачку R150 и зашлифую поверхность. Дальше я беру пасту рельефную, в данном случае тонкая, но можно и грубую, здесь особой разницы нет. Я ее тоже немножко заколеровала желтым цветом, чтобы она такая была кремовая. И сейчас я ее наношу на горлышко бутылки. Я прикрываю вот этот шов, границу бумаги и стекла. И сейчас я беру вот такой кусочек фольги, предварительно я его смяла, оберну горлышко и немножко его сожну, чтобы получилась такая вот здесь структура вот этих мятинок. Так, вот так получилось. И надо дать высохнуть, а потом я подшлифую. Теперь вот сюда на крышечку я наношу просто мазками, более тоненьким слоем, чтобы потом можно было легко ее открыть. После того, как рельефная паста полностью высохла, я опять же зашкурила меня. Мелкой наждачкой, чтобы снять острые пики. И получилась вот такая интересная структура. Теперь я заколеровала белую краску акрил арт розовый. И методом сухая кисть набираю на сухую кисть, если нужно, если много получилось, на бумаге промокнуть. И теперь немножко придам такую розовую тень. Получилась вот такая очень нежно-розовая дымка. Дальше я из такой карты докупажной вырежу вот эту розочку прямо по контуру. Так как карта очень тоненькая, я думаю, даже не буду ее истончать. Дальше я беру клей ПВА и приклеиваю розочку. Пакетик и маленький шпатель. Сверху покрываю еще одним слоем клея. И оставляю до высыхания. Дальше понадобится рельефная паста. Я беру тонкую. Мастихин и трафарет. Трафаретик мне этот очень нравится. Его можно использовать и в шкатулках, и в различных вот таких работах на бутылках. Он такой рамочный и придает такой очень нежный стиль работе. Аккуратно выкладываю по центру, чтобы розочка была ровно по центру. Крепить трафарет я не буду. Буду держать пальцами, чтобы не закрывать. Вот здесь боковые элементы. Здесь много ажура и сложно приклеить скотчем. Поэтому буду просто держать. Упэрит пастанут Подоставка Так, элементами трафарета я обошла в горлышко по кругу и теперь оставляю до полного высыхания, чтобы потом можно было зашкурить. Теперь я беру мелкую наждачку и зашкуриваю все неровности. Теперь я скотчем закреплю трафарет и дорисую недостающие элементы, так как овал внутри не мог отпечататься, поэтому я его сейчас просто дорису. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я беру белый контур по стеклу и твердым поверхностям. И делаю недостающую мне прорисовку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь более темным оттенком создаю тени. Теперь я все еще раз обвожу белым контуром, только уже более толстой линией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот в результате что получилось. Роспись бантика уже высохла. И теперь я покрою всю бутылку глянцевым лаком. По желанию вы можете украсить бутылку жемчужными элементами. То есть взять жидкий жемчуг и где-то еще добавить жемчужинки. Если вам кажется, что этого декора недостаточно, то можно еще украсить. Особенно если это вариант вы делаете кому-то на свадьбу в подарок. Будет очень уместна жемчужная рассыпь. А если просто это подарочный вариант не для свадьбы, а для своей лучшей подруги, то достаточно просто трафарета. Ну и покажу я вам сейчас бутылочку еще раз. Лак уже высох. Вот такое интересное горлышко в сборочку. Смотрится как собранная ткань. Сзади бант. Получилась такая имитация завязанного фартушка. Ну а вы за это время оцениваете работу. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А на все материалы, которые я сегодня использовала в работе, будет оставлена ссылка под видео. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Ну а мы с вами увидимся в следующий понедельник. До новых встреч!